Всем привет! Сегодня 15 февраля, Московская область, и сегодня же замечательный праздник, это Сретение. Именно в этот день зима встречается с весной, и у нас действительно замечательный день. Морозно, очень и очень много снега и ослепительно яркое солнце. Замечательный день. Ну а я, как уже и говорила, что с 15 февраля начинаю высевать лук. Я его выращиваю из чернушки для получения головки за один сезон. И сегодня сею эксибишн. Это крупный лук, считается один из самых сладких. Выращивается только из чернушки. Приобрела пакетик семян. Я такие семена высеваю каждый год, именно этой голландской линии. Здесь 0,5 грамм. Кому интересно, 0,5 грамм это примерно чуть больше 100 семян. Они здесь обработаны. Лук, то есть семена чернушку, семена лука я замачиваю последние года. Но это не для того, чтобы они проклюнулись, а просто для того, чтобы они, ну если можно так сказать, набухли. Для более лучшей и более равномерной, может быть, да, схожести. Даже если семена обработаны, я их все равно замачиваю. Обработанные семена, это еще не означает, что здесь у вас будет стопроцентная схожесть. Они просто обработаны и все. Замачиваю я в растворе HB-101. Я беру 5 капель, растворяю их в пол-литра воды. Семена выкладываю на салфетку или на ватный диск. Смачиваю этим раствором семена. Накрываю крышкой и выставляю на коврик подогреваемый. Я вам его уже показывала. Ровно на сутки, то есть вчера предварительно вечером, уже поздно вечером, я семена эти замочила, чтобы сейчас днем их посеять. Я посмотрела, здесь, вы знаете, даже несколько семян уже проклюнулись. То есть семена я стараюсь брать, конечно же, свежие. Смотрю на пакетик, чтобы сбор урожая был свежий. Ну, лучше всего, если это будет, допустим, 2020-й сбор урожая. Все, семенами у меня здесь все очень просто. Теперь насчет грунта. Куда я высеваю уже, наверное, года 4. Посев я делаю вот в такие ящики. Вот им года 4, это точно. Размеры не знаю, высота около 11 или 10 или 12 сантиметров. Ну, они такие длинненькие, не очень широкие. Значит, грунт, почва-смесь я тоже готовлю сама. Кто смотрит видео, я землю не покупаю. Минеральными удобрениями я не пользуюсь. Поэтому почва-смесь я готовлю сама. Грунт, ну, почва-смесь я готовлю для основной рассады. Это, конечно же, с осени. Складываю все в мешки, и у меня хранится вся земля в теплице. Промораживается, и все хорошо. Я заношу по мере надобности и уже высаживаю туда растения. Молодую рассаду, да? Значит, беру торф, агробалт, без добавления минералки. Добавляю сюда, значит, торфа, допустим, я беру 40%. Добавляю сюда процентов 30-40 огородной земли, то есть та земля, которую я готовлю с осени. Здесь процентов, я не знаю, 20-30 это биогумуса сухого, который изготавливают мои черви-старатели. Сюда же примерно на такой лоток я кладу 1 столовую ложку дополнительно золы. Печной, из печки выбираю, просеиваю мелко. Все это я смешиваю, хорошо перемешиваю. Готовлю почвосмесь, конкретно эту для лука я готовлю заранее. Самый лучший вариант это за 3 дня до того, как я посею семена. Ну, в крайнем случае за сутки. То есть здесь земля у меня приготовлена за 2 суток до посева лука. Я так поступаю, готовлю почвосмесь заранее для тех культур, которые я уже с емкостью буду высаживать или в открытый грунт, или в теплицу. Итак, дальше. Все это я смешала здесь хорошо. Пролила я раствором глиоклодина, или можно взять фитоспорин. Здесь конкретно я проливала глиоклодин. Я беру одну таблетку, мну ее в порошочек и растворяю в пол-литра воды. И проливаю эту землю. Накрываю целлофаном очень плотно и ставлю на теплый пол. Все. И там сколько? 1-2-3 дня. Все это стоит закрыто. Потом достаю. Здесь земля, конечно же, уже влажная. Она готова полностью для посева семян. Итак, сегодня лук. Значит, емкость я насыпала почвосмесь. По краям я не сыплю. Как видите, здесь есть небольшое пространство свободное. Я это делаю для того, чтобы со временем я лук, так сказать, слегка окучиваю. Окучиваю я его биогумусом. Так как я сыпучим, сухим, так как я не использую минеральные удобрения, лук я ничем не подкармливаю. Единственное, что подсыпаю биогумус, смешивая его, немножко рыхля, смешивая с почвосмесью этой. И еще также до высадки я несколько раз подсыпаю золу. Тоже слегка заделывая в почву. Вот и все. Нарезаю бороздочки. Делаю я это таким инструментом. Вы видели у меня его очень давно уже. Я им пользуюсь. Просто придавливая, как раз уплотняя почву. Здесь, ну, я не знаю, глубина в один сантиметр это максимум. Но не меньше один сантиметр надо высевать лук, я так считаю. Чтобы он хорошо взошел. Чтобы он не то, что, знаете, хорошо взошел. Чтобы когда он взошел, он у вас не начал падать. Если лук у меня немножко начинает заваливаться на бок, я его подокучиваю. Ну, это понятно. Итак, семена у меня уже готовы. Как я уже сказала, я больше суток семена никогда не держу. Тем более лука. То есть не даю проклюнуться. Смысла ждать проклевания. Может проклюнуться там десяток, а остальные все будут лежать. Поэтому напитались раствором. Этого достаточно. И с помощью пинцета мне так удобно. Я раскладываю семена. Расстояние здесь где-то будет сантиметр, где-то полтора. Может быть где-то даже два сантиметра я раскладываю. Как получится. Я с линейкой здесь не сижу. И так быстренько раскладываю. Вот видите, здесь уже даже один. Вот он с корешком. Его, наверное, и не видно. Проклюнулся. Вот сутки прошли. Меньше суток прошло. Сутки будут вечером сегодня. Уже есть проклев. Ну, здесь ничего сложного. В общем, сейчас я разложу и подключусь. Лук я стараюсь посеять уже до первого марта. Но это не означает, что его позже нельзя сеять. Можно до середины марта смело. Я просто не сею. Почему? Потому что уже основные культуры буду высевать. И мне некогда с ним возиться. А так я еще буду посеять делать лук-эксибишен 20 февраля. И на этом я закончу. В этом году складывается так обстоятельство, что высевать буду только эксибишен. То есть другие луки я сеять не буду. Я уже купила лук-сивок. Я сивок покупаю голландской линии. Он очень хорошего качества. Конечно, очень дорогой. Но мне нравится. Это сорт шатана. Еще новинку какую-то приобрела. В доме остался. Этот сивок хранится. Поэтому нет возможности вам показать. А так я лук высеваю и другие. И стурон высевала. И разные фермеры. Разные луки у меня были. Но в этом году мне возиться с ними некогда. Но эксибишен я в любом случае посажу. Все. Таким образом разложила семена. Их очень хорошо видно. Они зеленого цвета. Обработанные. И сейчас мне что остается? Закрыть эти борозды почвосмесью. И здесь как раз будет в 1 см присыпка. Все это аккуратно закрываем. Следующие семена лука эксибишена. Хочу вам сразу показать. Выглядит вот так. Ой. Я его уже сеяла. Ну так сказать этой фирмы. 20 февраля я посею второй такой лоток. Точно такой же лоток у меня будет под эксибишен. И все. И в этом году на этом я остановлюсь на счет луков. Все. Я закрыла почвосмесью лук. Теперь слегка уплотняю почву. Чтобы семена хорошо легли на свое место. Затем здесь у меня разбавлен также HB-101. Я с распылителя обработаю землю. Накрою пакетом. Зафиксирую. Вот таким образом. В пакете нужно будет сделать несколько отверстий. Это для дыхания. И поставлю на коврик. Рассадный он подогреваемый. Этот коврик у меня находится под лампой. Я с деревни привезла уже лампы. И он у меня встанет именно на этот коврик подогреваемый. Там идеальная температура. Очень хорошо на таком коврике всходят семена. Это действительно шикарная вещь. Я в прошлом году опробовала этот коврик. Мне очень понравилось. После посева я сразу же выставляю эти плошки или стаканчики на этот коврик. Сразу под цвет и все замечательно всходит. У меня уже взошла лаванда. Взошел синеголовник также. Проклюнулся. Не то, что взошел. У меня только проклюнулся пенисинтум. Уже взошел. Вы не представляете. Уже такие огромные растения. Я сниму видео, как у меня там продвигаются дела. И лук у меня посеян. Я думаю, что первые петельки я буду ждать 8-10 дней. Я так надеюсь. Если семена хорошие, свежие, лук идеально взойдет. Все. Еще раз повторюсь, что 20-го числа я еще посею одну такую плошку с луком от Сибишин. Ничего сложного. Все очень просто и быстро. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok